Ребятки, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Alive, вторая серия у нас в таком вот широком формате, ну да, картинка, конечно, конкретно так растягивается, непонятно почему. Сделайте такой режим в этой игре, разработчики, услышьте же меня. Так, а мы сегодня будем, ребятки, играть вот в такой вот башеньке, я даже не помню, как эти точки точно правильно называются. Так, только главное ещё попасть. Да, вот, это у нас такая вот будет башня. О, раз, два, три, четыре, это на пять побед, подождите, та же была у нас на три, а другая на семь. Здесь у нас пять сражений, два приза, и можно, вот три кружочком, да, позволяет нам три раза проиграть, а ну-ка, информация. Только сильнейшие ваши соперники команды громил с высоким уроном. Противостоять им могут быстрые существа с высоким уроном и способностям вроде наскока или существа, которые могут снизить вражеский урон. То есть это всякие кентрозавры и рапторы. Да, ну, у стегозавроида, у всяких там есть снижение урона, в том числе. Ой, чё-то я вышел. Нет, давайте будем идти. Нам команду сейчас нужно сменить будет, да? Ладно, я понял. Будем брать нашу команду, ну, каких-то слабеньких, как обычно будем брать, стараться. Я хочу, конечно, взять Галли Мимуса, он вообще мне очень понравился, хотя у него и нет тех ударов, которые нам говорят. Вот, возьмем эпического спинника, например, вот такого красавчика возьмем. Вот, вот тебя хочу взять. Давайте крокодильчика возьмем. Конквинатор у нас был, конечно, давайте еще спинника обычного возьмем. Давайте стегича возьмем, вот обычного. И вместо легендарной блю, давайте возьмем этого гибридика, кстати. Ну, вот так вот. Я думаю, нам этого хватит. А, шестой Алазаурус. Хорошо, кого будем брать? Ну, давайте возьмем вот так. Вот так. И вот так. Ну, так вот. Растянуло нас. Ну, вот это прекрасно же, ну, как красиво выглядит такая вот картинка, ай-яй-яй-яй. Так, эпика возьмем, конечно же. Спинозавр, противолазавр, е-мая, здесь такая арена. Вот здесь бы еще можно было повернуть, вот реально, вот как сделать и как в эволюшене, чтобы там можно было крутить со всех сторон. Это же было бы просто имбически. Но я не хочу двойной урон брать. Мы ему такс. О, ничего себе, он нам крит выдал. Так, ну, это ему не поможет. У нас есть супер-пупер удар. Двойной урон. Ну, классно, смотрите, как выглядит спинич на такой-то арене. Так, ну, пять битв, отлично. Еще и монетки нам дают тут. Монеточки дают на шару. Это хорошо. Помчались дальше. Так, спинич у нас был, давайте возьмем уже вот так вот. Нарушители спокойствия и победи всех животных. Ну, всех это одного, да? О, галимимчик, давайте его. Блин, он прикольно появляется на арене, и его, прикольная у него вот эта вот атака с уклонением. Еще и демаг неплохой. Но уклонение не прошло. Все-таки шанс 50%. Давайте выпускаем спинича редкого. Давайте отдадим ему уязвимость. Видно, что он крупнее. А этот криты высыпает. У него шанс крита 40%. Только... Кто это? Не могу понять. Гаргазавр... Гаргазавр все голубой, а это зелененький. Надо глянуть. Криты сыпет. Так, два удара, два крита. Неплохо. И у него еще удары сквозь броню, да? Так. Так, ну вот это гаргазавр. Как? Кто же это такой зеленый был? Вот. Тарбазавр, да, был точно. Тарбазавр был. Это был тарбазаврик. А, ну у него два удара. Сквозь щиты и сквозь броню. В общем так, аналог Тирекса, так можно сказать. Так, а мы давайте соберем 15-ти минутку, которую в прошлой серии мы сделали. Монетки. Смотрите, целых 5 наград было у нас. То есть... Пожирнели наши инкубаторы редкий ирритатор. Кстати, ирритатора бы тоже взять не помешало. А че, давайте сразу откроем, че нам ждать. Пара зауралов. Три цератопс редкий. Так, ну это хватит, а то я на ночь поставлю. Такие дела. Помчались дальше. Давайте вот так вот возьмем. Ма, четыре уже, да? Давайте стегича возьмем. Так, а, там уже два противника. Ну ладно. Ладно. Все равно это будет изи прогулка. Так, вот. Есть наши оба стегозавроида. Алыч. Мы ходим быстрее. То есть, ну они, понятно, хищники с большим демагом очень медленные. Девяносто три. Неплохо. Это была контратака наша. На один ход, к сожалению. Контр-атака. Блин, они стали такими, ну, интересными. Очень интересными стали. Ну, мы, мы на этом очень выиграем. У нас контратака под 300, а он нас демажит в таком случае очень мало. Ну и хана тебе. Имбовый тот удар, который 90% урона забирает. Вот этот. Ну да, у него удары такие не кислые. Так, это было сквозь щит. А вот следующий удар будет для нас более печальным. Опережающее замедление. Но оно не позволяет нам два раза походить. Но мы пережили. И еще переживем. Ну давай. То есть, демиджа мы ему не ненайсли, но мы себя облагородили. И это шаровых 290 урона, скажем так. Ну и прощай, мой друг. Один кентрич затащил тут все. Шикарно. Круто. Вот люблю такие бои, где ты можешь реально взять любого динозавра и, по крайней мере, попробовать, поэкспериментировать. А то... Что ж ты на арене сделаешь такими слабенькими-то? Ничего. Там ниже 15-го не суйся. Так, а мы идем дальше. У нас кого еще не было? Вот так, вот так не было, вот так не было и вот так не было. Нет, ты был уже. Ладно. Дадим шанс другим. А вообще, вначале нужно было взять еще послабее. Там, восьмого уровня каких-то динозавра. Их по тесте, так сказать. Давайте возьмем стегича. Я часто с ним сражаюсь и он на высоких уровнях тоже иногда затаскивает. Очищает себя. Нанесение урона 1х. Скорость цели понижается на 33%. Ну, демаг и снижение скорости. У-у-у-у-у. А у тебя? Че скрит? Крит 20% у него. Ну, кровотечение, если бы было, то это было бы классно. Но контратаки нету у стегича. Ну, конечно, он его пробил. Давайте возьмем. Гибридика. Они тоже довольно нередко попадаются. С обходом брони. Да тут чем не ударишь? Полтора урона. И снижает скорость цели. Ну, ну так вот. Добьем и щит поставим себе. Ну, эти ребята и сквозь щит, и сквозь броню обычно пробивают. Так, а их двое или трое, кстати. Я не обратил-то внимания. Ну, аллозавры, горгозавры. Так, ну этот раскусил крит сквозь щит. Не сквозь броню. Или наоборот. Но мы слабовато бьем. А что было за невосприимчивость? Что это у него там за удар был такой? То есть броню он пробивал, а щит нет. Ну, отлично. Прощай, мой друг. Крит! Ну, такой слабый, конечно. Десятый левел. Слабенький у него демаг. Ау, третий появился. На тебе полтора урона. Ну, он, смотрите, шустрый какой. Блин, жаль, что не видно в этом экране. В этом режиме не видно. Ну, понятное дело, что он тут нас пробил. Кто бы сомневался. Давайте крокодильчика возьмем. Гриппозух! Я не помню, сожжался ли я им вообще когда-либо. Ну, выглядит прикольно. Зачетно, правда? Такой длиннючий. Сейчас тебя... Как на картинке, знаете, здесь хорошая картинка, где саркозух какого-то... Не тиранозавра, ну, какого-то хищника, да, там хватает. На тебе уязвимость. Еще и с критом. Молодец! Ну, а как зубками щелкает. Ну, 300 монеток. И последний бой у нас тут остается. Так, отвали. Рекс появился. Рекс, пекс, фекс. Давайте возьмем команду. Боевую. Дальше не знаю, кого взять. Ну, вот так пусть будет. Есть шанс даже проиграть. Ну, если затупить. А я не помню, кто у меня тут... И не посмотрю, кто из них пошустрее. Ну, вот этот, скорее всего. Сикадантазаврик. Хотя... Эти ребята самые медленные. Вот это я понимаю, поворот. Ну, я догереб неплохо. Неплохо. Ну, это, наверное, нас пробьет. Девятый левел. Ну, да. Пробил нас. Выпускаем... Спинича. Прощай. Блин, он реально крупнее смотрится. Рекс. Пекс, фекс. Второго поколения, которых стало тоже довольно побольше на карте. Я уже даже наловил их. У-у-у. Ну, так. Ну, у него все сквозь броню, сквозь щита нет ни одного удара. Ну, увы, шанса у тебя нет. И победа, ребятки. Рекс, пекс, фекс. Но зато прикольно. Теперь можно эти видео загрузить без обработки, без этих полосок по краям. Это меня радует. Для разнообразия. И... И 15 клеток Т-рекса. Вот такие вот, в общем-то, у нас были дела. Смотрите, какая здесь... Это лондонский зоопарк, ребятки. Заходите. Здесь очень классно собирать монетки. Два круга прошел, и дневной лимит собрал. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, ребятки. Всем пока, до скорых встреч.